Друзья, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами своими покупками продуктов. Здесь продукция Италия, Испания и Польша. Что-то заказывала из Испании, что-то покупала тут, что-то заказывала из Польши. Вот так вам более подробно покажу, потому что не всё поместилось в кадр. И сейчас расскажу вам более подробно. Значит, первое, что хочу показать, это две банки 5-литрового вот такого масла из Италии. Покупала здесь, потому что если заказывать масло из Италии, получается очень дорогая доставка, потому что оно тяжёлое. Такое масло я использую для консервации. Сейчас как раз сезон. Так ближе вам покажу. Вот так оно выглядит. Если масло для салатов, то лучше брать масло подороже, покачественнее, в тёмном стекле, в бутылочках. Но тоже оно как бы при пересылке получается дороговато. И мне иногда с iHerb просто масло такое в бутылке проще заказать. Но время от времени заказываю. Следующее – это печень трески в собственном соку. Заказываю всегда её очень много. Вот у меня первую упаковку просто открыла, вторая вот внизу, первая вот здесь. Очень много. Очень мы её любим именно от этого бренда. Все вы знаете, что печень трески очень полезна людям, у которых есть проблемы с желчью. Потому что это полезные жиры, которые делают нашу желчь более жидкой. Она лучше выделяется и, естественно, лучше работает желудок. Потому что всё, что вы кушаете, покрывается, скажем так, всё желчью. И лучше усваиваются витамины из ваших продуктов. Поэтому, чтобы не кушать в капсулах и в таблетках, стараемся всё-таки кушать именно печень саму непосредственно. Потому что на iHerb заказывать капсулы, ну тоже как бы заказываем, но стараемся кушать вот такую печень. Единственное, что первый раз мне пришла она вот такая, странная. И меня немножечко смутило это. Потому что до этого я заказывала и она выглядела вот так. То есть вся баночка была прокрашена вот так, пробрендирована, скажем так. То есть здесь просто белая упаковка. Ну ещё не открывала. Обычно печень трески мы кушаем, когда уже холодно. Ну то есть как бы летом она мне не заходит абсолютно. А вот когда холодно, прям хочется чего-то жирненького. Делаем тосты и себе вот такой один бутербродик. С утра, если скушать, очень сытно и полезно. Стараемся, повторюсь, что печень кушать именно в консерве. Из консервов ещё покупаю тунец. Тунец в масле. Это итальянский тунец. Он идёт в оливковом масле. Польский тунец идёт в собственном соку. И просто в масле. Ну в обычном масле. Разница во вкусах есть. Они очень похожи. Да, могут люди, кто не знают, могут заплатить как за итальянскую, а прислать польскую. Поэтому надо в этом немножечко разбираться. Смотреть внимательней. Нравятся эти консервы. Мы тоже, когда зима, то мы стараемся именно жирные, полезные жиры кушать именно в продуктах, а не в капсулах. На пробу заказала вот такой тунец. Это уже Польша. Три баночки вот в таких упаковках. Польский тунец идёт в разы дешевле, чем итальянский. Но он и не такой вкусный. Ну как бы он вкусный, если в салате, может быть, даже вы сильно разницу не поймёте. Вот так выглядит консерва. То есть здесь фольга, которая просто открывается очень легко. Очень вкусные салаты из консервы тунца с яйцом, зеленью, огурчик. И вот такие ещё слайсики тоже. Это уже у нас я покупала консерва. Пишут, что это Италия, но это не Италия. Повторюсь, это Польша. Италия выглядит немножко по-другому и по вкусу они другие. Следующая моя покупка – это зубные пасты. Теремет. Наверное, так правильно. Я уже заказывала от этого бренда зубные пасты. Правда, травяные. Тоже вот в таких тубусах. Очень удобно такие пасты. Нам понравились. Заказала вот такие. Так, одну я уже даже открывала, пробовала. Вот так выглядит. Очень удобно ими пользоваться. Это австрийские пасты. Приятная сладкая мята. Такая нежная мята. Не ядрёная, не выжигает вам дёсна и всё остальное. Заказала кофе. Starbucks. 250 грамм. Это зерно. Не пробовала ещё. Поэтому сказать ничего не могу. Обжарка тёмная. Это из Испании заказывала колбаску. Испанская колбаса Fuet в двух видах. Вот это идёт 150 грамм палочка. А вот это идёт 200 грамм. И то, и то Fuet. И то, и то Испания. Рискнула заказать из Испании. Потому что сыровяленая колбаса. Я подумала, что, наверное, дойдёт. А вот сыр уже как-то побоялась заказывать. Потому что жара и... В общем, ну, побоялась. Вот эта колбаска идёт более солёная. Вот эта менее солёная и немножечко помягче. То есть это по дубове колбаска. Сейчас покажу вам, как они выглядят в разрезе. Вот эта колбаска более покрыта белой плесенью. Это полезная плесень. Нехорошая колбаса идёт в натуральной оболочке. Вот эта белая плесень добавляет привкуса сливочности, сырности колбасе. Кто любит сыр Бри, я, например, его обожаю. Камамбер ещё на него говорят. Он тоже вот в этой белой плесени. Мягкий такой сыр. Я его люблю, но я его побоялась заказывать. Потому что из-за жары не знаю, в каком состоянии он придёт. Вот так выглядит колбаска в разрезе. Одна и вторая. Это свиная колбаса с салом смеленьким. Очень вкусная. Нам нравится такая колбаска. Кофе. Кофе, кофе, кофе. Сейчас поверну. Вот такой. Килограмм зерна. Самый мой любимый – это вот такой. Арома крема. Или крема и арома. Очень мне нравится. И вот такой люблю. Тоже ловаться. Средние обжарки. Тут смешанный кофе. Арабика и робусто. И на пробу заказала вот такой кофе. Немецкий. Честно говоря, до этого сколько пробовала немецкий кофе, он мне как-то не очень нравится. Он более выжаренный, что ли, и не такой ароматный, как итальянский. Но время от времени покупаю что-то новое. Пробую, потому что для интереса просто. Тоже килограмм, тоже зерно. Сыр польский. Гауда. Очень мне нравится этот сыр. Затирать сверху на пиццу. Единственное, что почему-то мне пришел сыр, порезанный пластиками. Ну, то есть уже нарезной. Не знаю, как так получилось. Что-то или перепутали, или я так не досмотрела. Но сам сыр мне нравится. Ну, как бы пластиками и пластиками все равно пойдет. Вкус от этого не меняется. 400 грамм в упаковочке. Это считается как полутвердый сыр. Ну, или твердый даже. Вот такие вот маслины и оливки. Это я уже покупала у нас, в наших магазинах. Еще по старой цене. Заявлено, что это Испания. Но никакая это не Испания. Это я вам точно говорю. Просто по виду оливок даже видно, что это не Испания. Испанские оливки очень вкусные. Они огромные, они жирные, они сытные. Разных цветов, от зеленого до черного. То есть они могут быть такие, как и баклажанового цвета, и такие. Ну, в общем, прям говорю, у меня уже слюни пошли. 340 грамм, 160 самих оливок. А тут 170 оливки и маслины. Причем это как прокрашенные, как будто бы. Если любите просто покушать оливки и маслины, заказывайте именно подороже настоящие, которые вот эти жирные, греческие, Италия, Испания. А польские, как в любом супермаркете, просто цена мне понравилась. Для пиццы они подойдут. Вот такая покупочка. И на пробу тоже у нас заказала вот такие консервы. Это гуляшик польский. Так, так, сколько тут, по-моему, 500 с чем-то грамм. Да, 540 грамм. Такой вот гуляш. С очень удобной крышечкой. И вот такие какие-то мясные рулетики. Тут тоже, по-моему, 500 грамм. Да, 500 грамм. Консервы мясные я беру первый раз, поэтому ничего не могу сказать. Обычно я из консерв беру только рыбу и печень трески. Ну, на пробу вот такие вот заказали. Если вам интересно такое видео, то, что я покупаю из еды, дайте знать комментариями или лайком. Всем вам вкусных и удачных покупок. Хорошего настроения. Берегите себя и друг друга. И увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok